здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие художники всем спасибо кто зашел в гости спасибо за вашу поддержку спасибо за лайки за комментарии отдельное спасибо хочу сказать за донаты спасибо что поддерживаете финансово канал огромнейшее вам спасибо спасибо светлана второй человек скинул анонимно огромное вам спасибо сегодня напишем акрилом цветочки то простенькая картина будет всем приятного просмотра друзья давайте приступим друзья всем доброго времени суток сегодня напишем акрилом цветочки мы идем к весне поэтому сделаем такую веточку и напишем цветочки краски темная краска черная это ультрамарин либо голубая фц это розовая краска это кадмик красный темный это кадмик желтый тоже тем ну и конечно же белилки в баночке водичка тряпочка нам нужно давайте сделаем сразу фон возьмем желтый красноватый больше желтую сторону вот этот край можно капельку розовая взять сейчас просто сделаем фон потом пойдем дальше выходим сюда беру больше красного больше розовой и цепляю чуть-чуть синего и быстренько быстренько закрасить захожу на желтая уходя сюда можно больше брать больше синий больше розовой более фиолетоватый цвет хорошо разгладить к низу вот здесь больше синим синий с розовым синевато фиолетовый чтобы получался темный такой мне краски не слишком густые их можно почти не разбавлять и хорошо плотненько закрасить и сюда таким же зайти можно взять чуть-чуть темного добавить с красным сделать вот таким темным и постепенно выходим к вот этому нашему светлому к низу уходим тоже красновато розовый вот здесь есть постепенно вот такими цветами закрасим фон сделаем больше темного нужно красный синим у нас получится тоже черный цвет поэтому можно делать так красный подмешивать синим вот так заходим полностью закрашу вот здесь тоже можно синий смотрите синий с красным больше синего получится более темный такой цвет видите почти черный вот так закрасить все побыстрее все закрасить сделать хороший слой здесь желтый с розовым фиолетоватый такой оттенок чтобы получился и закрасить все стараемся максимально хорошо вот так быстренько разгладил акрил быстро высохнет мы сейчас все это подкорректируем добавлю краски есть больше синего то вас снова таки кинут хорошо плотненько закрашиваем беру красный синим второй слой будет видите хорошо вообще накладываться промою кисть хорошо и теперь берем желтый с красным слегка с белилками хорошо еще слой кидаем и одним слоем заходим на другой здесь зашли здесь теперь красный розовый слегка синим розовый более фиолетоватый вот такой и один слой затягиваем на другой розовый синим более темный делаем вот так заходим растягиваем здесь потемнее можно красный синим с розовым вот такой еще темнее и вот так вот слой за слоем заходим чтобы слишком яркий этот угол не был можно было оставить в общем вот такое делаем идем к низу здесь больше фиолетоватый цвет так хорошенько хорошенько закрашиваем здесь больше в синюю сторону значит берем больше синевы все равно с розовым но вот таки здесь у нас потемнее значит делаем красный синим если у вас черного нету и вот так хорошо хорошо закрасить с белилками берем белилки желтый слегка с розовым вот эта часть тоже хорошенько хорошенько разгладить все это заходим слой на слой чтобы все это разгладить и быстренько быстренько стараемся как можно быстрее все это разгладить делаем фиолетовый берем розовый синим и заходим вот этому нашему и она будет туманно переливаться из одного цвета в другой и цвета будут такие красивые интересные у нас как бы более интерьерная картина поэтому не переживаем как получится у нас фон вот так значит вот так заходим один на другой чтобы их более плавный переход был фон мы подготовили пусть фон у нас будет потемнее чтобы нам больше вытянуть на цветочки цветочки нас будут светлые поэтому фон сделал вот такой потемнее доработал то синтетика кисть она была ровная и слегка обрезал тоже возьму вот такую синтетику сейчас вырисуем наш нашу веточку берем синий красный делаем вот такой черный цвет сразу делаем черным и прям вот так от угла проводим нашу веточку стараемся повторить форму где-то она как бы колючая такая примерно в центре у нее изгиб начинается вот так и здесь идет к низу и снова изгиб и уходит вот сюда заходит в угол хорошо выводим форму возьму кисть помельче синтетику вот такую делаем розовый синий и белилки выделяем вот так сначала слегка светлее можно где-то вот здесь синий розовый вот такой фиолетоватый цвет здесь больше в розовую просто синий чуть-чуть в розовую добавить более фиолетовый такой цвет да нужно сначала сделать вот здесь у нас выйдет цветочек не то вот так темную оставим и теперь делаем еще светлее то есть больше белилок и аккуратненько вырисовываем где самое яркое засветить участки и вот здесь точно так допустим вот так будет ярко и здесь такие яркие места показать не чистыми белилками таким светло-фиолетовым но больше белилок естественно здесь можно светло-синеватый здесь такое чуть-чуть добавить можно еще больше белилок местами показать где самое самое яркое вот это засветить это есть у нас теперь нужно большие цветочки показать возьму вот такую кисть тоже синтетика 12 номер она такая видите как лопаточка берем белилки розовую и синюю но больше белилок сразу делаем слегка темнее смотрим форму примерно стараемся повторить форму поставили так у нас выходит видите я стараюсь наоборот кистью водить чтобы не ровно получалось вот так один лепесточек и вот так с пропуском здесь оставляем хорошо нужно чтобы была краска на кисти побольше если мало добавить чтобы у нас сразу вот такие полукруги можно было поставить где-то здесь вышло так вырисовываем здесь больше красноватый центр красный синим розовая пока оставим так этот оставили и таким же образом выводим вот здесь цветочки просто потом хорошо вытираем кисть берем больше белилок и вот так больше белилок и местами чтобы темное у нас осталось и вот так по форме то есть если у нас вот так лепесточек значит вот так закрашиваем здесь вот так значит вот так выводим вот так к центру то есть заводим все в центр здесь нужно больше белилок еще больше белилок и можно вот так как ножичком вот так это здесь больше и все это разгладить хорошо чтобы нежно нежно смотрелся лепесточек лучше дать подсохнуть и что не понравится пройти еще раз вот здесь можно взять больше розовиночки слегка синим вот этот краешек вот такой у нас розовый с белилками хорошо вытираем кисть берем розовую белилки вот эта сторона тоже вот так нежно нежно розовая и больше белилок и больше белилок поверху обводим таким светлым и внутри тоже вот так выходят здесь такие где-то здесь больше допустим с белилками добавили точно так вот этот цветочек здесь в центре нужно сделать красный синим он так потемнее где самый центр цветочка там вытереть взять больше с красным теперь и хорошо обойти с красным разойтись вот так повытягивать на лепесточки вот здесь хорошо вытер кисть белилки и светло-синевато-розовый белилки синий слегка с розовым вот такой у нас здесь более темный мы его вот таким и оставим потемнее и потом чуть-чуть с белилками сделать такие небольшие полосочки более светлые делаем и вот такие полосочки край можно выделить посветлее когда вырисовали вот такие полосочки вот этой кистью которой мы все делали лепесточки капельку сгладить все вытираем если краска мажется снова таки по форме куда у нас пошел лепесточек хорошо промываю кисть белилки слегка чтобы с розовым было выводим вот этот лепесточек ну естественно вот эти видите все завожу в центр и снова таки делаю все более мягенько другой кистью побольше чтобы нежно-нежно лепесточки смотрелись слишком мажется снова таки вытираем вот здесь будет лепесточек розовый синий вот такой он розовый синий потом с красноватым выходим красноватый желтый белилок туда вот такой оранжеватый будет цвет а верх больше розовый розовый с синим с белилками и примерно выводим форму условненько показываем какую форму хотим такой у нас цветочек видите здесь больше в оранжеватую сторону здесь зайду на нужно было вот этот лепесточек вырисовать потом выводить веточку ну это не столь важно здесь больше в синеватую сторону более фиолетовый темный темно-фиолетоватый цвет где-то здесь лепесточки то есть условненько показываем таким же образом делаем не раскрывшиеся бутончики красный слегка синим вырисовываем где они у нас будут расти саму веточку на которой она будет хорошо разбавить если нужно чтобы тоненькие тоненькие получались вот так берем розовый красноватый желтый красноватый оранжевый чтобы получались сразу потемнее выделяем больше розовый синий даже можно вырисовываем вот такие сразу темные хорошо промываем берем белилки розовый красный можно капельку желтый и вырисовываем вот так основную форму закрытых бутончиков пусть они сразу будут не слишком светлые теперь можно еще больше белилок и самые светлые участки находим вот это допустим лепесточек вот так вышел вот здесь и вот этот и снова таки более гладенько если что вытираем кисть и этой же кистью аккуратненько разгладить вот так нам нужно взять кисть помельче чтобы выводить светлые сейчас я вам покажу сразу если есть у вас вот такая синтетика будет еще удобнее и в основном белилки аккуратненько выводим вот такие вот тоненькие полосочки берем желтый слегка с красноватым вот такие вот ставим тычинки потом можно взять больше желтый допустим даже слегка с белилками и слегка ярче сделать можно даже повторюсь можно даже с белилками и самая яркая показать на них вот так ну сейчас нужно сначала доделать цветочки конечно а потом все вот это доделывать ну давайте сразу и за капельки поговорим берем розовый синий давайте вот здесь капельку вырисовываем капельку вот так белилки этот же замес но с белилками вверх менее яркий вот так к низу побольше побольше с белилками тоже не чистыми белилками но побольше нанесли вытерли кисть и растушевываем чтобы мягко все смотрелось гладенько дадите подсохнуть потом сделаете еще ярче растушевали все и сам низ еще светлее делаем вот так чтобы низ самый яркий остался и можно снова таки капельку растушевываем верхний край низ не трогаем чтобы такой же яркий остался кучу вот таких капелек нужно будет нарисовать сейчас чтобы кисти которые кисти не используете лучше делайте вот так мы их вытрем потом да и все нужно сделать более светло вот этот лепесточек светло-розоватым не чистыми белилками видите я специально оставляю между ними темное хорошо вытер кисть и вот так слегка растушевываю затягиваю в центр если нужно вытираем кисть растушевываем видите розовато-оранжеватый добавил то есть не чистыми белилками чтобы более красивый цвет был вот такой можно розовинку сюда еще добавить он такой теплый красивый оттенок пусть и светлый конечно будет где-то больше с белилками нужно добавить допустим к низу можно светло-розоватый просто розовый с белилками больше розовый вот такой он и белый кажется но он с розовинкой будет намного красивее можно делать наоборот темное и темным заходить на светлое если слишком много получилось светлого то есть вот так постепенно лучше не спешить чтобы слишком светлым не закрасить чтобы у нас остался объем но все вот так нужно растушевываем для нежности здесь светло-синеватый сделал можно здесь добавить светло-синеватый такой здесь уже смотрите какой вам больше оттеночек нравится такого и докидываем это чуть-чуть под ускорю вот такие оттенки будут у нас в принципе мы самое основное разобрали сейчас дорисуем ну и скорее всего еще что-то поговорим вот так вот так и Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Спасибо за просмотр, друзья Пишите картины, пишите их с удовольствием Главное крепкого здоровья вам Счастья, мира, здоровья, добра, удачи, друзья До следующего видео Пока, друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok